Какие? Нет. А, что это такое? Вот эти насечки, да? Да. Каталыши, бюклей помотать не имеют? Нет. А ты скажи, пожалуйста, решаю работу. Тянуть муку, хорошо. Толкать могут? Нет. Ни одна мышца толкать не может. Только тянуть. На досуге. Попробуй представить себе, как должны выглядеть мышцы, вызывающие опускание века. Вот моргание. С учетом того, что толкать мышцы не могут, только тянуть. Угу. Совершенно верно. А крепить ее надо? Да. Крепить ее можно к глазу или к черепу? В черепу. В черепу. А теперь помни, что нельзя висеть на потолке, приклеившись одной точкой. Что с площадью надо сделать? С площадью. Вот. Есть эта острая достаточно верхушка, глазная обеда. Так? Площадь у нее большая или нет? Не очень. Не очень. Да. Можно ли получить большую площадочку для закрепления мышц? Если. Если. А если оставить ее как плезвое бритвое, то ничего не будет. Поэтому возникает вот этот рельеф с насечкой. Причина вот этого рельефа. Вот обратите внимание. Ость рога. Кровеносные сосуды. Да. Остальные. Черепа, это зеленый, черепа, селеть тоже не однократно. Теперь смотрим на небо. Вот здесь поверхность кости вот такая. А вот здесь? Рецепторы. Рецепторы. Угу. Рецепторы. Классная идея. Кровеносные. Конечно, кровеносные сосуды. А это что такое? Кровеносные сосуды. Угу. На самом деле, вот как. Основание рогов – это выросты волных костей черепа, но во первых этих выростов – роговой футбол. Отсюда название всей группы – полуорогия, с полустепно-стрепрога. Теперь вопрос – а что такое рог? У нас с вами есть что-нибудь похожее на волосы? Волосы не совсем. Скажите, а вот там под ногтем кожа есть? Да, есть. Классно. А в каком месте ноготь растет? Вот здесь. У основания ногтя вот такой полумесяц – ногтевой футбол. Там как раз делятся плетки, чтобы строить роговое вещество, из которых ног построили. А как положено, чтобы строить роговое вещество, стройматериал надо получать? Да. А кто его приносит? Ну, как-то из сосудов. Это понятно? Да. Почему в этом месте так много выходов кровеносных сосудов? Надо строить. Устроим роговое вещество. А роговое вещество – это белок. А это одно из самых дорогих веществ в организме. Поэтому крови надо очень много для того, чтобы построить такую пластиночку. Так? А толщина стенки здесь – дай Бог. Так что очень активное кровоснабжение. У черепахи вот здесь вот слизистая оболочка, а небы изнутри чем покрыты? Роговые пластины. То, что эти черепахи совершенно нормально питаются кораллами. Вы когда-нибудь подержали в руках высокозвездкового коралла? Да. Да, славно. А теперь, только никогда этого не делайте. Представьте себе, что вы грызете коралловую веточку. Вопрос – что с вашими трубами? Рассыпятся. Они просто рассыпятся все. Исключительно жесткий материал. Как умудряются черепахи все-таки размалывать ветки кораллов, где-то должно получать, оттуда выпрёвывать все тупырь звездового. И переваривать, собственно, полипы, в которых все это дело построили. А для этого-то и нужна вот эта роговая выстилка внутренней полости. Она, конечно, царапается, изнашивается и так далее, но с какой скоростью она строится изнутри? Больше. Угу. Это понятно? Так что, вот почему такая бурястая поверхность. Кстати, а вот это что такое? Можете взять в руку? В руку, посмотрите. Это звук? Это звук? Или хохот? От лечинки? От лечинки? Ну возьми в руку, посмотрите. Может. 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 Самое интересное, что с детства про эту штуку знаете присказку? Присказку? Присказку знаете из сказки про сестрицу Алёнушку и братца Иванушку. Плюв. 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 Это что, когда говорят, «не пей из корольева копытца теленочком станешь», имеется в виду след, который теленок оставил в земле. Вы себе представьте, что надо сделать, чтобы напиться из следа. Это надо встать на горычки, извиняюсь. Да. И носом тыкаться в землю. А безумец таким образом попробует напиться. вот он готовый стакан вот и вот то что в Киевской Руси на пирах княжих пили меда 40-летняя из пурих рогов это вы слышали все? а вы что думаете что из таких рогов только вообще за княжеским столом пили? все у кого есть корову там корову забили рано или поздно рога в дело шли шли в качестве готовой посуды ну вот она посудна как по вашему честь стеклянные стаканы когда появились? стеклянные стаканы как мысли замеркать? значит а до этого из чего люди пили? глиняные чашки конечно и так говорят но в хозяйстве вот так чтобы не делать не лепить не обжигать гончару не ходить вот они вещи которые собственно и обрабатывать не надо капницы и рога а как их мочи? мочи значит брать сначала с песочком как следует продрать да потом надрать в лесу мха да а вообще после того как вот с песковым очистить да бросали просто в воду на лето и бактерии совершенно спокойно съедали все мягкие ткани заметно там просто никакой мягкой ткани не оставалось после этого окончательное мытье и все совершенно чисто какие-то дети которые не сдавали чагурат и бутылки они не знают каких выйти два три два два